всем привет добро пожаловать на мой канал дорогие зрители сегодня у нас очередное окошко 21 число кстати сегодня день зимнего равноденствия самая длинная ночь самый короткий день темнота кругом так 21 смотрим что нам приготовил календарь seasonal сиеста называется чай сейчас посмотрим seasonal сиеста что входит лемонграсс корица имбирь опять листья гарсини кстати прочитала что это листья которые снижают аппетит затем гибискус натуральные ароматизаторы и лимонная цедра все хорошо кроме ароматизатора но посмотрим поскольку сегодня такой нас темный день видео будет соответствующее поэтому присоединяйтесь сейчас я включу само видео тема сегодняшнего видео зимняя депрессия в норвегии или так называемая сезонная депрессия это кстати диагноз который я подтверждается интернациональной классификации болезни то есть это признанный диагноз хотя некоторые врачи все-таки его не совсем любят но он имеет место быть и в норвегии этому диагнозу либо этому состоянию подвержены 5-10 процентов населения особенно в северной части норвегии где световой день практически отсутствует зимнее время то есть за полярным кругом в другой части норвегии ситуацию получше но тоже не совсем радостная вообще это состояние характеризуется такими симптомами как утомляемость сонливость отсутствие желания чем-то заниматься повышенный аппетит повышение веса вообще просто подавленность постоянная подавленность отсутствие либидо конечно же не все эти симптомы могут присутствовать но если имеются уже несколько из них то это уже звоночек до которому следует прислушаться это состояние обычно появляется у людей осенью и исчезает весной то есть это именно сезонное состояние сезонная депрессия почему некоторые люди подвержены этому состоянию есть теория что это все обусловлены наши генетика то есть все заложено в наших генах и в их мутации потому что конечно же хотя дневной свет влияет на всех нас и влияет именно на такие химические вещества как серотонин то есть отсутствие большого количества света снижает серотонин потому что он напрямую завязан наш серотонин со протеином по названием серд который в зимнее время повышается соответственно снижает выработку серотонина то есть деактивирует его его транспортировку серотонина в нервные клетки соответственно серотонина меньше серотонин у нас отвечает за эмоциональную устойчивость и за настроение то есть за многие факторы за счастье а его зимой пониже плюс считается что также на сезонную депрессию влияет мелатонин потому что мелатонин это гормон так называемый популяризированным языком гормон сна и он вырабатывается в темное время суток а когда зимой темнота почти всегда то его больше соответственно сонливости больше и подавленности тоже что же делать что же делать с этой сезонной депрессии если на кого-то присутствует ну конечно же первое это надо спасаться нашим солнцем летом то есть большую часть времени проводить именно на открытом воздухе в летнее время затем также проверять проверять ваши уровни витамина d потому что также выяснили ученые что есть взаимосвязь от низкого витамина d и сезонной депрессии следующее это если не хватает света заняться световой терапией то есть приобрести световую лампу и включать ее хотя бы на полчаса утром каждый день и за две недели уже можно ощутить эффект то есть снижает вот именно эту депрессию сезонную также норвежские именно специалисты рекомендуют уезжать на юг хотя бы на недельку чтобы повысить до эти уровни все наши света в организме следующий пункт это физическая активность и именно физическая активность на природе потому что снова ученые выяснили что прогулки на природе да вот именно от лечений когда мы вот именно ощущаем все наши органы осязания обостряются на природе наша фантазия начинает играть это тоже все влияет на наше настроение поэтому пытаемся выйти хоть куда-нибудь на улицу в зимнее время норвежские специалисты рекомендуют выходить хотя бы на 20 минут на улицу в зимнее время чтобы снизить вероятность наступления сезонной депрессии и по поводу витамина d еще одна поправочка что те у кого он снижен в организме у них на 41 процент выше шанса шансы вот именно обрести эту зимнюю депрессию поэтому идем к врачу либо лабораторию выясняем свой уровень витамина d в организме и соответственно от этого пляшем стоит нам его повышать или нет затем следующие рекомендации это повысить употребление продуктов богатых триптофаном потому что приз триптофана помогает повысить уровень серота уровень серотонина в нашем организме где присутствует рита фан это например арахис индейка молочные продукты кунжута затем другие продукты такие как часом скажу финики и кедровые орешки то есть занимаемся этим следующий я помощник в нашем деле это например цветовая терапия то считается что если вы будете носить вещи ярких цветов это тоже может снизить уровень вашей депрессии и подавленного настроения и конечно же надо заниматься такими вещами как арт-терапия то есть это может быть помочь либо сказка терапия но с этим уже работают психологи кстати еще одна поправочка что цветовая терапия не цветовая а терапия которая говорила специальные лампы выяснилось учеными что принципе имеет такой же эффект как и антидепрессанты но конечно же если депрессия не очень запущены то есть не очень тяжелая вот такие вот рекомендации надеюсь что видео было полезное всем пока пока поводу полярной ночи у меня иногда на ю тубе в таких рекомендациях выскакивает видео одной шведки который вместе с мужем переехала на свальборд то есть это было их обоюдное желание вот именно жить там потому что она просто восхищена природой севера и вот сейчас превьюшки приходят и там постоянная ночь полярная ночь я вообще не знаю как можно таких условиях жить но чем хорош свальборд для людей живущих норвегии а то что там очень хорошие зарплаты скажем так за неблагоприятные условия жизни очень многие немногие но кто вообще имеет этот шанс потому что очень трудно туда попасть на работу попадая туда на работу например медицинские работники на пару месяцев зарабатывают хорошие деньги потом на эту сумму могут припеваючи жить остаток года это была такая практика по крайней мере раньше но туда как я сказал очень трудно попасть и в продолжение ролика хотела еще с вами поделиться тем что я читала потому что мне кажется я уже эту книгу анонсировала книга мария марии бореллиус это шведская журналистка который называется революция здоровья либо путь к противовоспалительной жизни у нее очень много здесь возможных статей потому что она путешествовал по миру встречалась возможными практиками исцеления снимать снятия воспаления в организме то есть она практиковала и аюрведу и всевозможные голодания и встречалась с разными течениями и ездила в эту голубую зону где самое большое количество долгожителей тренировалась по специальным методикам то есть испробовала все где не участвует фарма и вот у нее есть такая глава которая называется форюндринг это термин который обозначает по-русски наверное изумление либо глубокое уважение это термин который был введен на психу канадским психологом дженнифер стеллар ее также называют охотником за позитивными чувствами с чем интересна ее система этой канадской этого канадского психолога то что она указывала на то что последнее время вся психология после фрейда и юнга ориентируется только на негативные чувства на чувство тревоги панической панических атака всевозможных депрессий а то что люди испытывают позитивные эмоции это принимается просто как данность на самом деле наличие позитивных эмоций очень влияет на наш организм снимает воспаление потому что она специально потом связывала эти позитивные эмоции с биологическим аспектом то есть она потом брала у людей которых испытали слюну анализ слюны и делала и выяснилось что у них понижается фактор воспаления так называемый интерлейкин 6 до цитокин который отвечает за воспаление то есть у них сразу сразу же снижались уровни а кстати известный факт что часто депрессия вызвана воспалениями в организме это не только психика это и психосоматика по сути поэтому тут как замкнутый круг и по поводу этих позитивных эмоций что они себя представляют это может быть все что у вас вызывает вот знаете душевный духовный трепет не духовно просто трепет например какие-то явления природы какие-то памятники архитектуры книги музыкальные произведения произведения искусства люди тоже которые у вас вызывают восхищение самый самый такой прямо яркий пример получения этих этих позитивных эмоций либо этого изумления фор юндринг это закаты то есть когда вы наблюдаете закат у вас прямо знаете уровень этого позитивного восприятия жизни повышается кстати по согласно этой книге и исследованием люди обычно имеют либо испыт испытывают такое вот изумление где-то два раза в неделю и по поводу музыки по поводу музыки стояло там что вот именно те произведения где участвует большое количество музыкальных инструментов например симфония вызывают самый высокий уровень позитивных эмоций этого изумления и поэтому сейчас я вам покажу небольшой отрывок связаны с этим единственное что покажу культуру армежскую единственное что снималось это конце ноября когда еще жизнь была кислород еще имелся сейчас конечно уже ничего этого нет и остается только любоваться закатами поэтому добро пожаловать в это видео продолжение видео и не поэтому в тюрьме говорю поэтому надо сбавляться у меня кстати поэтому в принципе это три паразита сегодня мы с вами побываем на концерте стабангельского симфонического оркестра концерт посвящен балету игоря стравинского священная весна я вам покажу что культура норвегии есть потому что этот концертный зал очень интересный здесь часто проводится необычное представление взять хотя бы органное кино так называемое оргель чино когда черно-белые немые фильмы показываются под аккомпанемент органной музыки такое можно встретить только в германии и вот в стабангеле но сейчас уже кстати давно не показывали билет на концерт симфонической музыки стоит 480 крон 48 евро очень было много людей то есть приходили все заранее сидели в баре ну а мы с вами сейчас готовимся к самому концерт балет стравинского вызвал скандал когда он был представлен французской публике в 1913 году поскольку этот балет был настоящее модернистское новаторство и местная публика еще не была готова к таким экспериментам кстати скрипачкой главной скрипачкой была представительница россии а а а Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Надеюсь, что вы хорошо проведете этот темный день, день зимнего солнцестояния. Кстати, этот день как раз-таки праздновали викинги, называли его Йоль. То, что потом у нас стало Рождество. Не стало, вот именно на эти даты сейчас приходится Рождество примерно. Чай, чай такой, знаете, очень лимонный, такой остренький, приятный. До встречи завтра!